Музыка На Кубке Украины по женскому боксу в Кривом Роге харьковчанки взяли две золотые медали. В молодежной возрастной категории вес до 57 килограммов выиграла Мария Чередниченко. В финале она оказалась сильнее Александры Харитонюк из Ровно. В юниорской тяжелой номинации Алена Глушенко победила Наталью Ковальскую из Ивано-Франковска. Помимо этого на счету харьковчанок еще по одной серебряной и бронзовой награде. Здравствуйте, это спортивный интерес, только главные события харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Бадминтон. Марина Ильинская победительница международного юниорского турнира в Польше. Фехтование. Сборная Украины с харьковчанами в составе продолжает борьбу за путевку на Олимпиаду. Вольная борьба. Международный юношеский турнир в памяти Леонида Дуная. Футзал. Локомотив досрочно выиграл регулярный чемпионат экстралиги. Автоспорт. Первое в истории Украины зимнее ралли на легковых автомобилях. Зимние виды спорта. Выступления харьковчан в биатлоне, шорт-треке, фигурном катании и ледолазании. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. Спонсор Показу Инвеститина. Группа D.A.D. Харьковский топ-бадминтонисты поучаствовали в международных турнирах. В малазийской Пенанге Артем Почтарев в трех партиях переиграл местного представителя. А во втором круге вылетел от корейца Ли Донг Кеуна. Вместе с Геннадием Натаровым они сходу проиграли малазийскому дуэту. Дмитрий Завадский на этапе Кубка Европы в Упсале, Швеция, в одной шестнадцатой финала уступил английскому бадминтонисту Тобе Пенте. Два раза по 10-21. Харьковчанка Марина Ильинская поучаствовала в международном юниорском турнире по бадминтону в польском Любине. Из-за снежной стихии она могла не добраться до места соревнований, но чему быть, того не миновать. Сменив автомобиль на поезд, Ильинская и ее тренер Михаил Стерин все-таки добрались до Польши. Несмотря на то, что Марине будет 17 только в марте и она ниже юниорского возрастного ценза, первый матч она выиграла за два гейма, в том числе и у второй сеянной словенки Ники Арих. Тяжко пришлось далее. В одной четвертой финала Ильинская одолела за три партии Монику Светничкову из Чехии, в полуфинале Венгер Куреки Мадараш. В финале Марина сошлась с представительницей Швеции, у которой есть индийские корни, Ашвати Пилайи. И здесь харьковчанка справилась за два гейма – 21-11, 21-18. Больше всего запомнилась игра со шведкой в финале. Я считаю, что она была сильной технически. И в любой момент она могла навязать свою игру, и тогда результат был бы другим. Было желание поехать на этот турнир и выиграть. Если бы не было такого желания, я бы не знаю, как бы я сыграла на этом турнире. Готовилась, тренировалась, подходила и морально, и физически к этому турниру. Международный успех спортсменки не случайный. За неделю до того она стала двукратной чемпионкой страны в своем возрасте. А в марте прошлого года дважды серебряным призером первого в истории чемпионата Европы среди 15-летних. В нынешнем году состоится аналогичный командный турнир, на который отбираться будут опять-таки через национальное первенство. Это главные ближайшие цели Ильинской и ее тренера. У нее вообще характер такой своеобразный, в том плане, что она достигает цели, она учится. Вот она старается и учиться, она старается. И здесь такая в хорошем смысле, такая перфекция. Она старается все время, в каждом моменте доработать до состояния, когда ей будет это нравиться. Ну а с точки зрения этого турнира, как я вообще рассматриваю, даже для сборной нашей юниорской, на турнире там, где было 17 стран, и в принципе ребята вот стали там, где звучал гимн Украины, то для них это важно в первую очередь для уверенности. В Любине Ильинская еще играла микс вместе с днепровцем Даниилом Баснюком, с которым играла ранее чемпионат страны. По пути к финалу они прошли венгерский и два польских дуэта за две партии, а с двумя славянскими парами помучались в трех геймах. В главном поединке их ждал первый сеянный микс, также из Польши, Павел Смеловский и Магдалена Сверчинска. Украинцы показали все, на что способны, но для победы этого пока оказалось мало. Хозяева выиграли оба гейма по 21-16. Тем не менее, у украинского тандема серебро. Мы играли на Европе, после этого мы долго не играли. И вот так как сейчас будет турнир чемпионат Европы в Польше, нас снова соединили. Мы друг друга поддерживали. Если у кого-то что-то не получалось, то мы сразу же менили рисунок, сразу же останавливались, успокаивались и продолжали навязывать свою игру. То есть, Данил всегда был уверенный, я не всегда. И он меня часто поддерживал. И таким способом мы смогли ворваться в четверку сильнейших и выиграть вторых сейных. И да, мы дальше к финалу прошли. В женской парной категории Ильинская и еще одна харьковщанка Дарья Голицына проиграли в первом круге, как и Елизавета Кричко в одиночке и миксте с Романом Алтуняном. Элина Светолина завершила выступление на открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче второго раунда, сеянная под 18 номером харьковщанка, проиграла японской теннисистке Наоме Осаке два раза по 4-6. В стартовом поединке пары австралийско-украинский дуэт Гаврилова-Светолина в двух сетах проиграл пятому тандему Павличенкова-Веснина. А в миксте Светолина и Новозеландец Артем Ситак тоже на самом старте уступили на тайбрейке славенско-филиппинскому дуэту Клепач-Хьюэй. На этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в немецком Ханденхайме выступила сборная Украины, в составе которой харьковчане Дмитрий Корюченко и Максим Хворост. Действующие чемпионы мира в одной 16-й финала обыграли Беларусь, а далее Израиль и Венгрию. В полуфинале украинцы уступили два укола Италии, а в бою за бронзу сильно не справились со Швейцарией 29-45. На данный момент сборная Украины занимает второе место в мировой классификации, но остался еще один лицензионный олимпийский турнир в Ванкувере, Канада. После него определится количество и расстановка стран, которые посоревнуются в Рио. Билеты в Бразилию у украинцев еще не в кармане, но уже лежат в окошке кассы. В Киеве состоялся чемпионат Украины по борьбе с самбо среди старших юношей и девушек. В девичьей категории от Харькова победительницами стали София Басишвили до 44 килограммов и Марьяна Михайлова 60. Среди юношей супертяжелую категорию выиграл Владислав Березка. В боевом разделе единственная харьковская медаль – серебряная. На счету Эрена Павлюкова, который соревнуется в весе до 65 кило. В Харькове прошел шестой международный юношеский турнир по вольной борьбе в памяти легендарного тренера Леонида Дуная. При его жизни прошли 20 турниров на призы Леонида Александровича. На сей раз пролог соревнований состоялся в Государственном училище физической культуры, где ученики и друзья вспоминали наставника. Он был мастером спорта по двум видам борьбы – греко-римской и вольной, а также заслуженным тренером Украины. Плохих спортсменов у него не было. Каждого тренер считал уникальным. «Главные уроки, которые он давал, это уроки благородства. Он требовал, чтобы, если ты его воспитанник, ты обязан быть благородным. Лучше ты проиграешь, но достойно, чем выиграешь какими-то левыми хитростями». Отмечу высокий уровень проведения турнира. Все два дня в зале работал экран, на котором показывали кадры из жизни Леонида Дуная. Призерам организаторы обеспечили призовой фонд в 100 тысяч гривен. На открытие прибыли знаменитые спортсмены и гости. Среди них и харьковский двукратный чемпион мира, и многократный призер планетарных и европейских первенств – Ибрагим Алдатов. «Хочу им пожелать, детям, Новый год начался, и победы им, здоровья в первую очередь, чтобы побольше побед у них было, и чтобы отсюда у них пошли первые победы до Олимпийских игр». Помимо представителей всех уголков Украины, в турнире памяти Леонида Дуная участвовали пять государств – Молдова, Грузия, Словакия, Армения и Германия. Боязни приезжать в Харьков ни у кого не было, борцы вообще ничего не боятся. А соревнования по уровню очень хорошие и дают возможность начать качественную подготовку к международным стартам по этому возрасту. «Мы привезли сюда шестерых юных спортсменов, которым нужна практика перед чемпионатами мира и Европы. А этот турнир хорош тем, что здесь участвуют такие сильные борцовские страны, как Украина, Грузия и Армения. Мои спортсмены отборолись по три схватки, у нас есть бронзовая медаль, поэтому считаю, что это хороший результат для всех нас». Хозяева ковра из Государственного училища физической культуры доминировали в легких весах. В категории до 42 килограммов Олег Гайдар в финале боролся со своим старым знакомым Сергеем Терзи из Измаила. Схватка получилась не самой яркой в техническом смысле, зато напряженной. Взяв два вала в первом периоде, во втором ученик Олега Зайца пункт проиграл, но сумел довести дело до минимальной победы. «Я знал, как он борется, пришлось немного постоять, но я одно там сделал, и получилось, и поэтому выиграл. Так получилось, он закрепоченный, я могу сказать, тоже не знаю, что с чистой». В весовой номинации до 46 килограммов финал получился чисто харьковским. Новоиспеченный мастер спорта Мухаммед Алиев против своего товарища по тренировочному залу первого УФК Дениса Мехнюка. Первый отрезок лучше получился у Алиева, который к перерыву выигрывал 8-2. Затем Мехнюк попытался отыграться, взял бал, но и прием соперника пропустил. В итоге со счетом 10-3 победил воспитанник Николая Ченцова. «Я просто весом больше был из-за этого, думаю, больше, выше из-за этого, думаю, из-за этого выиграл. Я с ним уже тренировался, из-за этого уже более-менее знаю, что он будет делать. Было легче». Из оставшихся категорий по одной выиграли молдаванин Штефан Тону и армянин Кантемир Архестов. Остальные шесть номинаций выиграли грузинские борцы. Этим они перевыполнили план, который составили тренеры перед началом турнира. «Мы приехали почти в сборную грузии. У нас первые номера все. Сейчас, завтра уже начнется соревнование. Ну, мы думаем, два золота возьмем. И уже думаем, в следующем году, что еще приехать. Так у нас понравилось». Во второй день была новинка турнира – командные соревнования в формате «Стенка на стенку». Первую команду Харькова представляли Гайдар, Алиев, Камиль Керимов, Александр Евсеенко, Денис Бараган, Эрик Арушанян, Руслан Фельг, Владимир Постоялко, Аркадий Рубин и Роман Довгалюк. В финале они боролись с первым грузинским составом, который победил с преимуществом в 8 очков. Третье место заняли одесские борцы. «На Кубке мира есть соревнования. И клубные чемпионаты проводятся в Австрии, в Германии, в Иране. И мы смотрели эти все видеосъемки. Какой ажиотаж, как люди болеют за свои города, за свои клубы, за свои команды. И поэтому мы решили провести и поболеть, чтобы поднять дух командный такой соревнований». В девичьей борьбе единственное золото Харькову принесла Альбина Рилля, которая выиграла самую легкую категорию. На бронзу отборолась Анастасия Лагвиненко. Мы ті, хто не знает слова «не можу». Кожен день ми долаємо власні горизонти. Спорт – це боротьба із самим собою, це шанс стати краще. Різниця між тим, хто ти є, і тим, ким ти хочеш бути в тому, що ти робиш. Повір у себе. Займайся спортом, і ти станеш ближче до своєї мрії. Іди вперед. Не зупиняйся, доки не досягнеш поставленої мети. Ми вже на шляху до своєї мрії. Приєднуйся до нас. Живи на повну. Обирай спорт. Спонсор «Показу» – «Инвеститина» група «Ди-Эй-Ди». В столичному домі футболу состоялась жереб'євка фінала восьми Кубка України по футзалу. Во-первых, состоїться он с 26 по 28 февраля в Харькові. Во-вторых, хозяевам «Локомотиву» в четвертьфинале достался клуб «Арпи» из Донецка. На следующий день команды проведут полуфинальные поединки, победители которых и разыграют трофей в воскресенье. Тем временем «Локомотив» досрочно выиграл регулярный чемпионат Украины. Случилось это в принципиальном гостевом матче против франковского «Урагана». На восьмой минуте вратарь хозяев неудачно выбил мяч, и Евгений Валенко сам его перехватил и сам же отличился. Этот гол оказался в матче единственным. Мы знали, что наш главный преследователь «Энергия» проиграла дома, поэтому решили сыграть в не совсем свой футбол от обороны. Что-то получилось, что-то нет, но мы довольны, что эксперимент завершился победой. Набрав 42 очка, «Локомотив» стал недосягаемым для конкурентов и теперь готовится к финальной части чемпионата. Но перед этим сборная Украины, костяк которой составляют харьковчане, сыграет на чемпионате Европы в столице – Сербии. Волейбольный «Локомотив» в восьмом спаренном туре Суперлиги на выезде дважды под ноль переиграл Днепр. В первом поединке максимум, на что сподобились хозяева – это 20 пунктов. В повторной игре самой интересной была вторая партия, в которой днепряне почти дотянули до больше-меньше, но все равно уступили. После Еврокубков настраиваемся уже на следующую игру и понимаем, что надо и здесь отыграть. Где-то взяли пару очей, расслабились чуть-чуть, то сразу Днепр дает знать о себе. На сегодняшний день я удовлетворен нашим положением. Мы занимаем на сегодняшний день с 24 очками. Четвертое место с отрывом. На сегодняшний день пока что 8 очков от пятого. Харьковская юрокадемия также на выезде разобралась с черниговским буревестником 3-0 и 3-1. В таблице все как прежде. Локомотив первый, юристы идут на третьей позиции. Харьковский металлист вышел из отпуска и первую втягивающую часть сборов 10 дней провел на базе в Высоком. Затем команда отправилась на первые тренировочные сборы в Турцию. Там у подопечных Александра Севидова запланированы 5 контрольных поединков. Соперники – австрийский Адмира Вакер, польский Заглембе, Дукла из Чехии, Джамали Словения и македонский Вардар. Турецкие сборы продлятся до 9 февраля. Три золотые медали привезли харьковчанки с юношеского чемпионата страны по плаванию в ластах, который прошел в Киеве. Елизавета Вакарева из клуба «Кондиционер» первенствовала дважды в категории «С» на дистанциях 200 и 1500 в ластах. Еще одна ученица Татьяны Красногор – Виктория Уварова – в том же возрасте победила в нырянии на 50 метров. Олеся Брусенцева из клуба «Юных моряков» выиграла два финала в биластах – полтинник и сотню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А приори не боялись трудностей. А приехали 37 экипажей. Столько не собирают даже календарные этапы чемпионата страны. И уж что говорить об опытных спортсменах, которые прошли мороз и зной. Например, днепровский экипаж вел Николай Кузнецов, а штурманом у него был Виталий Евтехов, который две недели назад вместе с казахом Канатом Шагировым выиграл ралли-марафон «Африка-эко-рейс» по классическому дакаровскому маршруту. В Диркачах, Кузнецов и Евтехов заехали вторыми. Очень интересная трасса. Местами пилотажная, местами очень быстрая. То есть надо было соблюдать максимум концентрации, чтобы не вылететь в сугроб. Потому что любой вылет – это, в принципе, можно сказать, сход или потеря времени, там, 10, 15, 20 минут. Потому что вернуться на трассу собственными силами практически невозможно. А первыми на ледяной трассе, пробитой в снегу, стал экипаж харьковской команды «Хада Моторспорт», в котором ехали Николай Чмых и Александр Вильчинский на «Субару Импреза». Места им, как хозяевам, конечно, были знакомы, но соревновательной практики не было. Это не помешало харьковчанам выиграть и свой полноприводный класс Н4 и абсолютный зачет. Мы в том году ездили в Диркачах на учебно-тренировочном сборе, выезжали на озеро пару раз. То есть опыт был, но полноценная гонка – это первый раз. Ну, отличная дорожка, зима настоящая, много снега, солнце, приятная конкуренция, борьба, все понравилось. В классе R2B первенствовал еще один экипаж из конюшни «Хада Моторспорт» в составе Станислава Беседина и Андрея Борового. Их переднеприводная «Фиеста» доехала до финиша практически без повреждений, не считая переднего бампера. Если бы пилот берег машину меньше, наверняка доехали бы быстрее. А так, в абсолютке, это третий результат. В шипах на боевых ехали первый раз. Ну, достаточно интересно, скажем так. Ну, все равно много вопросов осталось по управляемости автомобиля. В трофейном любительском зачете свои классы выиграли экипажи, в которых ехали Сергей Ивченко и Анастасия Токмакова, Максим Шерстюк и Виктория Сытникова, Руслан Шлягин и Александр Полянский, Василий Мироненко и Яна Кровец, а также Максим Горгуль и Юлия Ефимова. «Отличная зимняя гонка, несмотря на то, что холодно. Погода, конечно, очень тяжелая для техники, для людей, но, тем не менее, гонка прошла на ура, отлично. Масса положительных впечатлений у нашего экипажа». Следующее соревнование, которое проведут «Хадо Моторспорт» и «Автоклуб Харьков», состоится 8 марта на Площади Свободы. Это будет первый этап Кубка страны по автослалому. В Сочи завершился чемпионат Европы по шорт-треку. Единственной представительницей Харькова на нем была Мария Долгополова. Из предварительных заездов подопечная Виталия Сивака пробраться не смогла, а лучший результат показала на полуторакилометровой дистанции – 28 место. Лучший украинский показатель на турнире у киевлянина Владимира Гандея, который на той же полторашке замкнул первые 20. В итальянском Антхольце-Антерсельве завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Харьковчанка Ольга Абрамова бежала эстафету на третьем этапе. От Вали Семиренко она получила передачу первой, но на своем этапе сильно задержалась на стрельбищах, да еще и использовала пять дополнительных патронов. Елене Петгрушной Абрамова передала эстафету восьмой. Капитан сборной Украины рисковала, заработала шрафной круг, но в десятке свою команду оставила, вырвав на финише девятую позицию у Немок. В гонке преследования лучший показатель у Семиренко – девятое место. Абрамова финишировала 32-й, еще одна харьковчанка Наталья Бурдыга – 55-й. В Киеве посредством юниорского чемпионата Украины провели отбор на юношескую олимпиаду. Среди танцевальных пар лучшими стали харьковчане Анжелика Юрченко и Владимир Беликов. Получив 137,1 балла по сумме короткой и произвольной программ, они на 10 пунктов опередили ближайших преследователей. В соревнованиях спортивных пар харьковский дуэт Анастасия Побеженко – Дмитрий Шарпар набрали без сотой 81 балл и заняли третье место. Тем не менее, эти две пары из Харькова представят Украину в Лилихамере. Харьковский ледолаз Валентин Сипавин не сумел пробраться в финал соревнований на сложность, которые проходили в рамках этапа Кубка мира в швейцарском СААЦ-ФИ. Как итог, только 35-е место в таблице. Локальная неудача переместила Сипавина и в генеральной классификации с 4-го места на 10-е. Наверстать упущенное харьковчанин может в финале мирового кубка, который в конце недели состоится в Робинштайне, Италия. В столице Эстонии состоялся любительский турнир по фигурному катанию «Джуна Кап». Третье место в категории «Сильвер» по артистической программе заняла харьковчанка Елена Злобинцева. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, а все остальное приложится.